Перед областными соревнованиями в районах пожарные проводили свои состязания. Ребята вместе с опытными огнеборцами много часов провели в тренировках. Сегодня отряды выставили на турнир по две команды – детскую и взрослую. В первых, непосредственно, мы тоже проводим соревнования по пожароприкладному спорту. Правда, не таких дисциплин, связанных с подъемом, а немножко попроще, но достаточно зрелищно с использованием пожарной техники и пожарного вооружения. Мы тренировались, бегали тоже по лестницам за время. На стадионе бегали. В первый день соревновались юные пожарные на тренировочном полигоне в Троицком. По итогам лидеры и призеры войдут в областную сборную для участия в региональных соревнованиях. В Долинском пожарном отряде работают те, кто в разные годы отстаивал честь островного края на Дальневосточном чемпионате. Чупров Александр, пожарный, 23-й пожарной части, он тоже уже входит в состав сборной. И в прошлом году ему одной десятой не хватило до выполнения кандидата в мастера спорта. А так он ходит также со всеми, дежурит, тушит пожары и участвует в пожарном спорте, помогает и малышам, и новым спортсменам нашим. Внимание! Наши спортсмены последние несколько лет стабильно по Дальневосточному федеральному округу занимают третье-четвертое место. Я считаю, что это весьма неплохой результат при имеющейся тренировочной базе, с учетом имеющейся тренировочной базы, которая имеется на территории области. Для девочек упрощенное задание – прибежать как можно быстрее и так же быстро забраться по штурмовой лестнице в окно второго этажа. Мальчишкам посложнее – вместе с лестницей пробежать до стены, установить и подняться. От азарта и волнения случаются и падения. Для многих мальчишек и девчонок участие в соревнованиях – повод продемонстрировать свою ловкость и силу. Но есть и такие, кто уже определился с выбором профессии. Думаю, круто будет, если дом горит, тушить, бегать со штурмовкой, залазить на какие-то этажи. Это очень круто. Забеги идут к финалу. Начинается подготовка ко второму заданию. Это преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, забор, бум, присоединение рукавов к разведывлению и финиш. А профессиональные огнеборцы соберутся в пятницу на учебном полигоне в Долинске.